Здравствуйте! Вот у нас в гостях кандидат к искусствоведению, правильно? Кандидат философских наук. Кандидат философских наук, преподаватель... Московского государственного института культуры. Вот так вот все полностью назвали мы, да? Гармиза Николай Вадимович, да? И он нам сейчас рассказывает про иммерсивный театр. Вот что такое иммерсионный объектив микроскопа, я знаю, я вам в другой раз расскажу. А вот что такое вот иммерсивный театр? Так, что же это такое? Ну, это достаточно модное и очень распространенное зрелище, когда зритель не просто участвует в действии, он ходит по разным частям. Яхо, наверное, зала, даже не зала, а дома, здания. В Москве несколько таких, но я бы хотел рассказать о самом интересном, на мой взгляд. Шоу его можно назвать шоу, можно назвать спектаклем, как угодно. Называется это «Вернувшиеся» в основе пьесы Ипсона «Привидения». Идет это в старинном особняке Дашков переулок. Это метро парк культуры, но это близко от Зубовской площади. И зритель в течение двух с половиной часов ходит по особняку, в котором живут люди. Его никто никуда не направляет. Он может ходить группой, может ходить сам по себе. Он может зайти в комнату, где происходит действие, где происходят очередные диалоги в текст пьесы Ипсона «Привидения». Он может зайти в библиотеку и быть там один, и посидеть. То есть это шоу, хотя я бы его скорее все-таки назвал спектаклем, требует полного погружения зрителя в атмосферу. Зритель в действии не участвует. Что важно, с ним никто не разговаривает. То есть зритель как бы гость в том особняке, где живут люди. И если вы в это погружаетесь, то это безумно интересно. Если вы в это не погружаетесь, ну что же. Спектакль выдвинут на соискание национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Эксперимент». И, по-моему, это то зрелище, которое заслуживает внимания. Но еще я вот не видел, в Москве, по-моему, уже не идет, но было тоже такое иммерсивное шоу по... Называлось оно «Черный русский» в основе повесть Пушкина-Дубровский, которую поставил модный режиссер Диденко. Но это я не видел. Но вот вернувшиеся я смотрел, и тем, кто любит эксперименты, я бы посоветовал это посмотреть, несмотря на достаточно дорогие билеты. И там, по-моему, всем зрителям выдают маску такую, да? Да-да-да, да-да. Зрителям, вот видите, вы тоже в курсе, да, зрителям выдают. Вот маска у меня это дома есть, потому что, так сказать, моя дочь там была. Да, ну вот, видите. Она где-то еще, ведь несколько таких было похожих. Вот «Черный русский» я вам сказал. Да, и что-то еще было. Да, ну, может быть, еще что-то сейчас, я знаю, в Питере. Про сталкеров чего-то такое там было. Да-да-да, но тем не менее, вот из тех, где, как бы, вот таких иммерсивных представлений, на которых я бывал, мне, пожалуй, больше всего понравилось, показалось интересным. Вернувшиеся, потому что я вот, вот я погрузился в это и смотрел на существование актеров. В каких-то сценах был один, поднимался, спускался, смотрел. Я считаю, что это любопытно, это заслуживает внимания, на мой взгляд. То есть новое... Ну, как бы, там такое, ну, новое, ну, это называется шоу, но все-таки для меня, для меня это в значительной степени театр. Так что у меня было очень сильное эмоциональное воздействие от этого. Ну, театр, может, тоже шоу. Раз, но можно. Показывается. Можно и так. Показывается. Можно и так. Теперь еще бы хотел обратить внимание на спектакль, который, к сожалению, у широкого зрителя не пользуется большой популярностью в силу того, что, наверное, он поставлен в том театре, куда зритель ходит не за этим. В театре «Сатиры» режиссер из Питера Андрей Прикатенко поставил спектакль опера «Нищих» по пьесе Джона Гея. Пьеса написана в XVIII веке. Это история бандита Макхита, владельца фирмы «Друг нищего Пичема» и разных женщин. Сразу по именам можно понять, что эта пьеса Джона Гея, она называлась балладной оперой, стала основой для знаменитого произведения Бертольда Брехта «Трехгрошовая опера» с музыкой Курта Вайля. Здесь нет музыки Курта Вайля, здесь использована другая музыка. Все действие происходит в современной России. В спектакле достаточно много жестокости, крови. Употребляется ненормативная лексика. Сейчас это очень модно. Да, но в этом спектакле есть поразительные актерские работы. И прежде всего Максим Аверин, которого многие знают по сериалам и другим, в недавнем прошлом актер театра «Сатирикон», сейчас он играет главного героя по имени Макс. У героев русские имена. Питчем стал Виктором по кличке Топор. Он возглавляет кладбищенскую мафию. Но сила этого спектакля, на мой взгляд, в том, что за каждым, у каждого персонажа трагедия. И каждому персонажу, хотя это бандиты, ты сочувствуешь. И для меня, например, очень важным является текст, когда один из убийц киллеров, которые должны убить Макса, главного героя, приводит и говорит, что же за страна, где мы живем, что мы не делаем, все говно. Мы живем в говне и производим говно. И, понимаете, зритель театра «Сатиры», который привык там видеть легкие, как правило, пустые комедии, типа «Слишком женатый таксист» и прочее, вот к восприятию такого спектакля не готов. И хотя, как мне говорили, что все-таки уже другая публика туда ходит, но тем не менее, вот мои студенты, я-то видел его на прогоне, мои студенты, которые ходили на него, обратили внимание, что, во-первых, достаточно много свободных мест, многие уходят во время действия, многие возмущаются. Так что я думаю, что если бы этот стакль был поставлен на другой площадке в МХТ или в Гогольцентре, допустим, то на него бы народ ломился. Здесь такого не случилось, но тем не менее сам факт, что, в общем-то, театр «Сатиры» пошел на известный риск, поставив на своей сцене такое, на мой взгляд, он очень и очень примечательен. И последнее, так как Бог любит Троицу, тем более завершается год столетия Октябрьской революции, в МХТ имени Чехова актер и режиссер Александр Молочников поставил спектакль, ему чуть больше 25 лет, это уже его третья режиссерская работа, поставил спектакль «Светлый путь» 19-17. До этого он ставил спектакль «19-14», решенный в стиле кабаре, про Первую мировую войну, спектакль «Бунтари» о традициях русской революции от декабристов до наших дней, тоже такое шоу, можно сказать. И теперь спектакль «Светлый путь» 19-17. Вроде бы, когда он, ну, по первому акту, можно было бы судить, что это Стёб, как бы вот вожди, а вождя играет без грима Игорь Верник, который, на мой взгляд, в последнее время очень интересно заявил о себе как драматический актер. В спектакле «Богомолова дракон», где дракон — единственный положительный герой, «Три головы дракона» — это его семья, его жена и ребёнок. Он блистательно играет дракона. Ещё в одном стакле «Богомолова» он занят мужья и жёны. И вот, наконец, здесь он играет Ленина, который впоследствии превращается в Сталина. Ленина играет без грима, и Сталина тоже. Крупскую играет. В одном составе я видел с Ириной Пеговой, в другом составе Инга Аболдина её играет. И как бы вождям революции нужны роботы-машины. И вот они главного героя превратили в некого робота. Во втором акте идёт фильм небольшой по роману Платонова-Чевенгур. И, в общем-то, концепция спектакля, уже это выразляется во втором акте, это никакой не стёб, это взгляд на революцию, всё, что за ней последовало, современного молодого человека. А для современного молодого человека всё, что связано с революцией, — это страшный сон. Вот что говорит нам режиссёр спектакля. На мой взгляд, он имеет на это право, поэтому я считаю, что это интересно. Хотя тоже в антракте достаточно много зрителей уходит, не принимая это. Так что вот так вот. На мой взгляд, просто я там ещё, было достаточно много интересных премьер, но я просто остановился вот на этих трёх стаклях, которые каждый по-своему говорят нам о проблемах, путях развития современного театра. — Ну вот я, знаете, только вот по поводу последнего, по поводу 1917, то есть 1917, могу сказать, вы знаете, вот значительная часть современного молодёжи, она просто вот не ассоциирует вот эти цифры, например, с Октябрьской революцией. Вообще не знают, что такое. Я так пытаюсь на живых студентах поставить вопрос, когда была революция, в этом году сто лет. Не знают, когда была. А кто им сделал? Октябристы, партия такая, Октябристы сделала. Ну, вот всё. Когда не помню. Ну, в Октябре, на Октябрьской. Вот так вот, да. Вот так вот, в кошмар. Ну, вот тут это, а тут, что это для нынешнего молодого поколения, это страшный сон. Это страшный, это причём сон, которого давно забылся. Ну, вот, может быть и так. Может быть и так, да. Всё, да? Да. Про театр, ну, так как у нас всё-таки тема сегодня по фестивалям. И публике наше большое спасибо за внимание. Не забывайте нас подписываться и нас стимулировать там внизу наши реквизиты. Пока. Пока.